привет друзья в эфире сток-шоу и как всегда бессменные руководить руководить привет друзья в эфире снова сток-шоу и бессменные ведущие антон павлович и давид привет очень рад нашему гостю сегодня сегодня у нас очень интересный собеседник максим чащин дизайнер промышленный дизайнер эксперт промышленного дизайнера который уже в этой индустрии больше 20 лет насколько я знаю человек который поучаствовал и приложил свой талант в большом количестве разных проектов как в россии так и за рубежом в самых разных направлениях в автоиндустрии и в авиаиндустрии насколько я знаю немножко максим спасибо что пришел привет привет спасибо что позвали здорово я тогда предлагаю сразу перейти к вопросам есть с вашего позволения задам первый вопрос я хочу спросить о начале твоего пути это может быть интересно тем кто может быть раздумывает о том чтобы стать дизайнером и ищет какие-то пути в этом направлении скажи пожалуйста я знаю ты заканчивал мами шел ли ты в этот институт уже понимая что ты станешь дизайнером что ты хочешь стать дизайнером в частности в автоиндустрии да безусловно я уже шел зная кем я хочу быть и каким я хочу быть но я считаю что это не релевантно сейчас времени потому как сменять сменить несколько профессий это скоро будет как водички попить а тогда да действительно мы жили совершенно другую эпоху я поступал институт это был девяносто третий год это было удобно с точки зрения трансфера из лицея автомобилестроение которое заканчивал и я сдал экзамены вместе с ребятами с однокурсниками одноклассниками и мы поступили в автомеханический институт кто-то пошел на двигатели кто-то пошел в кузов кто-то пошел в автодизайн где и в принципе я и был соответственно лет 14 я уже точно знал что я хочу рисовать тачки тот момент казалось что этого достаточно просто рисовать тачки ну а все остальное приросло действительно за вот эти годы собственно да надеюсь еще поучаствовать во многих интересных проектах как эксперт как ты говоришь но кто еще конечно эксперт скажи пожалуйста такой вопрос ты уже 14 лет как как ты говоришь ты знал что такой промышленный дизайн или ты себе это представлял вот действительно как просто рисовать тачки ну в принципе ты наше сознание было сформировано телевизором журналами за рулем и рассказами людей оттуда которые периодически приезжали там допустим александр якубсон помнишь его наверное он в то время работал корчевы адэч в соединеном королевстве и в отпуск он приезжал на родину в москву и вот стенах автомеханического института и скб на маме который мы уже вспоминали сегодня проводились такие кружки для студентов туда приходили мы школьники и вот он рассказывал как это быть дизайнером автомобильным дизайнером ну импозантный мужчина состоявшийся и вдохновил по всем статьям по всем приметам такой успешный скажем так рассказывал как вот это делается ну и потихонечку сформировалось понимание что да это это манит создавать что-то новое в мире автомобилей да наши отцы еще недавно сами ремонтировали автомобили да мы помогали это мне кажется все люди моего поколения по крайней мере по через это прошли безусловно а там дальше понеслась и после института и во время института это было зил отдел художественного конструирования рядом была команда лукойл рейсинг шеф-механиком константином потехиным легендарным человеком он кстати тоже дизайнер потому что он автор зил бычок он придумал он его нарисовал него сделал макет принес кол вот как можно делать автоспорт нет это было параллельного в ралли работал с братьями больших это была зиловская команда все-таки и собственно вот эти железки и клевые тачки и вот этот рев моторов и какая-то бескомпромиссность я могу даже так сказать что вот должно быть так и это хорошая школа можно на несколько шагов назад чтобы стать автодизайнером какие предметы надо сдавать в школе на 5 дневник должен на 5 по каким предметам я даже не знаю какие сейчас предметы преподают например да и вот сейчас что нужно хорошо знать уметь человек который стремится поступить на дизайнеров тогда с нас требовали больше чем того стоило то есть физика математика изучение сопромата все вот это но на рождение по факту ну я ни разу ничего не рассчитал но понимание и вот это чувство железа она наверное через это тоже произойдет все таки да ну как-то мне кажется этот круг за кругозор так расширяет нехило так а что реально было нужно реально было нужно то что не преподают впоследствии это как-то тоже приросло это вот эмпатия отношения к окружающей действительности с пониманием нас чувством того что вот найти проблему и не просто обматерить ее попробовать предложить решение а именно это двигает все вперед и как это у лена напелось что любовь это не только ходить за ручку да точно так же как здесь дизайн не только рисовать красивые линии и какие-то красивые поверхности и это тоже но не только не только на людях надо думать то о чем ты говоришь она больше о ощущении мира скорее да то есть этому в принципе нигде не учат не есть методики да да но это воспитание скорее они не то чтобы какое-то обучение скажи пожалуйста ты преподаешь сейчас где-то нет 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 у меня нет программы нет какой-то методики обучения но как мы принимаем участие в формировании трудового резерва есть определенные вузы в москве в питере в свердловске екатеринбурге где готовят промышленных дизайнеров и автомобильных дизайнер в том числе и мы с удовольствием сотрудничаем со студентами там чуть ли не с первого курса они делают курсовые работы мы ставим какие-то задачи может быть релевантные нашим проектам и студенты приходят показывают результаты мы критикуем советуем принимаем участие в этом и в принципе получаются проекты которые очень близки к настоящим такая вот здорово вы это команда да я я же не представился как невежливо смысл стран да я директор дизайн-студии национального центра промышленного дизайна инновации 2050 лаб мы об этом еще обязательно поговорим это тоже очень интересно да и этой команды вы как раз и занимаетесь взращивание вы участвуете вместе с безусловно я никогда не скрывал и не скрывая что переходя уже там в какие-то ступени там старшего дизайнер шеф-дизайнеры этот человек который принципе не отделим от команды сила любого хорошего арт-директор шеф-дизайнер это команда конечно он сам чего-то стоит опыт насмотренность талант это все должно быть естественно но команда решает чё без команды он как без рук да и вот на меня пригласили как раз в девятнадцатом году я покинул нами и как раз вот вместе с дарьей топильской нашим генеральным директором мы как раз сделали вот мне кажется сейчас наверное одну из лучших студий в россии по транспортному промышленному дизайну мы еще обязательно поговорим и про студию про вашу и поговорим и про аурус и про нами и про маруси скажи пожалуйста до маруси какие у тебя были проекты как ты вообще подошел вот к созданию первого гоночного суперкара российского скажем так какой у тебя был до этого опыт но не гоночная скорее спортска да это то есть класс спортивных автомобилей вот вокруг нас их сейчас много а гоночная все-таки какие-то подготовленные специально по регламенту да ты прав извини я же эксперт да 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 так вот обучившись как я уже говорил в маме с прекрасными кстати товарищами и вот наша наш поток скажем так наш курс наша группа это и слава саокян и алексей шершаков с которым мы сейчас вместе он шеф дизайнера 2050 лад это виталий ставицкий он сейчас президент союза дизайнеров россии например то есть вот сильный выпуск ну я считаю что каждый выпуск в нашей кафедры он был сильным каждый по-своему потому что это и саша силипанов например который был шеф дизайнер недавно в кёнигсеги это голыба твой курсник нет он младше он учился чуть позже но полно ребят которые сейчас занимают не последние скажем так позиции в автомобиле строение мировом это выпускники автомеханического института я с гордостью ношу вот звание выпускника так вот выпустившись мы сделали свои дипломы на зиле в отделе художественного конструирования защитили диплом и на полную ставку уже вышли этом семь человек нас было мы занимались и правительственным лимузином лепили первые масштабы прямо пластилиновый макет один к одному один к одному до после естественно серии один к пяти конкурсная такая история была этот конкурс выиграла команда святослава саокяна вместе с братом олегом они вот предложили тот вариант который на самом деле был самым спокойным самым скажем так эволюционным относительно вот тех 41 047 зилы которые выпускались к тому момент все еще выпускались ткань с 90-х и соответственно мы готовили вот такой если не глубокий рестайлинг то то хотя бы вот рестайлинг собственно все быстро схлопнулась там девяносто восьмой год полушков бычок но постепенно 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 мы начали понимать что все схлопывается все как-то загибается я ушел первый я ушел в в тюнинг кастомайзинг от компании сварт и довольно известная в начале двухтысячных и на самом деле вот ковыряясь в этих уже свершившихся конструкциях и пытаясь их как-то улучшить и подтянуть к вкусам их тогдашних владельцев я себя успокаивал что в принципе вот разбирая там дверь бентли до или ламборгини я в принципе прохожу вот эту всю школу как это должно быть вот почему она так почему она так собирается да потом уже значит какие-то были проекты с более массовыми автомобилями если помните там допустим 5 или 6 гольф да у него снималась наружная панель для того чтобы можно было обслужить стеклоподъемник то есть это было для автомобиль строения таким довольно таки наглым решением и все это как бы мы наблюдали в этих в тюнинговых ателье будь то сварт потом soundlab ребята подтянулись мои как раз друзья кореша однокашники то есть мы были такими друзьями конкурентами мы собственно и рынок формировали как раз дизайна в кастомайзинге в тюнинге мы не стесняясь как бы договаривались о ценниках что сколько стоит там сколько салон нарисовать сколько там на аэродинамический обвес ну и отматывая еще на зиле мы работали как раз лукойл рейсинг там восьмерочки были сначала потом десяточки были собственно вот аэродинамический обвес и графику все это придумали мы воплощали прям в конюшне прям в команде вместе с кости потехи они как-то прорабатывались динамические обвесы исходя из того как это работать будет уже там была какая-то чуйка просто да да то есть не было четкого понимания что это будет работать то что вы внедряете у нас был очень сильный конкурент как вы помните если вы помните у лукойла была команда конкурент команда миллер пилот аэродинамический обвес которому проектировал и отчасти изготавливал александр николаевич захаров а это на минуточку был вот автор всех этих иллюстраций которые на задние он автохудожник и он очень сильный дизайнер был уже был вот и соответственно с миллером он сотрудничал вот этот обвес был сделан просто как он был сделан его вроде как продували и как ты может быть что-то подшаманили еще в лукойле в принципе ну там был очень похожий бампер на тогдашнюю бмв м3 м5 46 кузов очень было похоже вот все такое гладенькое где надо были воздухозаборники естественно ребята к этому подводили всю механическую часть всю все железо все это вот а с нас был как раз пластилиновые модели с которых снимались матрицы и делалось стеклопластиковый но это работало то есть даже там в задней части был как называется диффузор и он действительно работал здесь был граунд эффект все это все это чувство как вы это определяли ну-ка машина едет как она вот она уже по-другому и и то есть тут как бы плечо такое от того что мы слепили это склеили покрасили поставили и поехали на тесты ну там пара месяцев это было это было обычно зимой перед сезоном ну да тогда же никаких виртуальных моделей построить было нельзя уже мы начинали мы уже надели осваивали или ас то есть там был закуплены станции silicon graphics была компания такая американская они на железе маков как раз делали вот софт для проектирования в 3d какие-то digital скетчинг там вот это все мы осваивали потихонечку то есть мы старались быть на острие насколько это возможно вот технически но еще не было вот милинг мужчин вот это все если взять индустрию тюнинга да вот доработную салонов кузовов как часто приходилось вообще доказывать заказчику например да что мне там нравится не нравится там нравится не нравится и тенденция это же то что дизайнер должен чувствовать и видеть немножко туда куда все идет но было наверно что заказчик говорит вот не хочу так сделай вот мне он был конечно приходилось что идти данная провис приходилось и и дизайнера меняли то есть в сорт на самом деле было три или четыре дизайнерами периодически но по три то четыре ничего себе да поэтому там был поток хорошие работы было много есть в памяти какой сумасшедший проект по тюнингу который тебе запомнился ой было много разных один из них это не знаю почему вспомнил зим у которого в полуперегородку был инкрустирован орден красной звезды вас например например или или мой мой наверное один любимых проектов это был интерьер мультивана который была монтирована перегородка да это был уж типовой такой продукт и свартовский причем ребят потом свалили в автоганзу в тюнячку уже официального дилера volkswagen уже делали эти перегородки мультиван они их делали без металлического каркаса то есть был сэндвич из стеклопластиковых панелей склеивалась внутри там стеклоподъемник телевизор и как бы она сама себе держала это ну за довольно разумно так вот это вот предтеча тех самых автоганских стенок перегородок это был мультиван как я уже сказал и собственно у меня была такая оформительская работа все представляют себя диван честерфилд на такой вот утянут до зеленый низин да короче я захреначил все вот в стиле честерфилды включая сиденья там обычно ставили и от с-класса или от бмв семерки там со всеми вот этими ну то есть в полный фарш и вот их надо было еще умудриться оформить в таком стиле с такими в тяж сигарная комната да и конечно же вместо интеркома там висела такая эбонитовая трубка старого телефона класс сильно шофер гони на чехова точно слушай мне обывательский вопрос антон палыч кстати тоже да ну такие вещи конечно скажи пожалуйста что такое вообще промышленный дизайн вот в каких-то таких грубых общих вот не был готов честно говоря есть определениях есть прям вот от зубов от скакивает есть определение что такое дизайн так что своими словами получать еще я еще из ничем еще попытки есть давай вот просто про дизайн да есть дизайн как процесс и промышленный дизайн это все-таки процесс есть понимание людей что дизайн это результат этого процесса это такой дизайн а тебе тебе дизайн понравился внешний вид что такое внешний вид отчасти какие-то опыт взаимодействия да тоже когда что-то отоссалось в ней дизайн говно как-то так вот а сам процесс в принципе да это достаточно сложный достаточно измеримый с точки зрения влияния на бизнес то есть есть продажи хорошо нет продажи ну чувак твой дизайн говно и безусловно для того чтобы эти продажи были для того чтобы люди покупали не обламывались покупали еще и так далее влюблялись там в изделия в бренды да это то есть это такая всеобъемлющая история нужно действительно смотреть на тем что сейчас носит в широчайнейшем смысле то есть начиная от каких-то фишек технологий да до банально моды цвета света и так далее ну то есть это не только дизайн ради дизайна и красоты но это еще и с оглядкой вообще нет вообще нет вот красота здесь она не в последних рядах но это не основной и не единственная гармония с окружающим миром это очень это слишком всяком общее ну вот процесс который ведет к процветанию бизнеса до который подстегивает инновации забирает какие-то новые изобретения ну хорошо и который создан предмет для того чтобы служить человеку тогда напрашивается вопрос это если в промышленном дизайне все-таки творческий аспект или это сугубо математика с гостами со стандартами у меня есть ответ на этот вопрос я честно часто говорю что творчество есть везде и в бухгалтерии и в юриспруденции ну и как бы и дизайну в любом случае это творческое переосмысление всего на свете это чистое творчество с некоторым прицепом такой рутина которая ну вот нужно нужно проверять все гипотезы нужно тестировать все предложения решения нужно делать макеты это же творчество сделать из говна и палок что-то которое работает и убедиться в том что там мама правильно поняла как это должно работать что это там младшего ребенка никак не не ущипнуло да никак не не хочу сказать травмировал да это уже совсем крайности но дизайн не должен причинять боль функционален и понять должен быть функционален понятен но есть ответвление как эмоционального дизайна есть понимание того что некоторые вещи должны быть созданы такими чтобы они прям спросились купи меня это тоже эмоции есть разные почему я спросил об этом потому что вот в автоиндустрии например с годами все больше и больше зажимают в рамки безопасности экологичности и так далее так далее насколько с годами изменился твой подход в плане творчества это стало сложнее стало не интереснее вот с этими рамками с этими эко-ограничениями и так далее и так далее уважаемый мной дизайнер артемий лебедев как-то написал в своем колодстве что любые ограничения рамки это хорошо это 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 польза с когда нет рамок ты начинаешь растекаться по древу и вообще уходишь полно в арт в искусство то есть то что не должно в принципе продаваться она не должно нравиться она должно вызывать какие-то чувства какие-то эмоции да но должно нести какую-то мысль светлую темную неважно дизайн это коммерция коммерция безопасная это добро это хорошо поэтому я к этому отношусь достаточно приемлемо это хорошо это перегиба в этом не чувствуешь ну мы же с тобой прекрасно понимаем что все эти ограничения приводят к тому что автомобили становятся слишком похожи друг на друга я к этому и веду и здесь да частенько дизайнер автомобиля это стилист который ищет вот набор фишек да но это тоже язык это тоже это мамы всякие нужны мамы всякие важны да потому что с этими ограничениями достаточно сложно как мне кажется тянуть эту нитку философии определенного бренда сохранять какие-то элементы это достаточно наверное интересная но и сложная при этом задача да безусловно и сейчас мы находимся на каком-то таком период трансформации перехода там от dvs вот к электрическим платформам это другая архитектура автомобиля безусловно это уже скейтборд вот это все пресловутый и какая-то свобода и сейчас я думаю будет некий такой подъем и он уже ощущается какой-то ренессанс что ли и люди становятся смелее и а люди которые которые делают а которые покупают они становятся требовательнее потому чтобы мой электромобиль он не должен уже быть там трех объемным дайте мне вот капсулу из точки а в точку б а вот как будут все автомобили беспилотные все это мы уже и уйдем еще одну эпоху сугубо функциональную я так понимаю да ты что-то горизонтальный лифт такой и ну не надо этого бояться мактим ты упомянул что был в твоей практике момент когда ты переходил от проектирования с помощью бумаги до условно там на первые вычислительные какие-то мощности машины стали тебе помогать есть такой момент в архитектуре когда переходили тоже от создания зданий исключительно на бумаге начинали пользоваться вычислительными машинами был очень хорошо заметен этот момент то есть были вот очень такие странные произведения которые выбивались вообще дав из эпохи до из эпохи после вот в первые вот эти вычислительные машины что-то подобное происходило ли с автодизайна был ли вот такой же переходный момент в автодизайне я не историк моды и дизайна до слава богу но я понимаю чем речь и согласен с тем что очень часто влияние на моду на стиль на ожидание людей да что такое современный автомобиль оказывают несколько факторов это прежде всего технологии причем технологии производства и технологии проектирования ну и там культурная среда вспомним американские автомобили которые хотели быть ракетами потому что весь мир хотел улететь нахрен отсюда на ракете возвращаясь к технологиям у меня есть хороший мне кажется пример из недавнего прошлого это поиск новой эстетики в в компании daimler bands и их серия скульптур одна из них называлась мне кажется эстетика 125 и это был конечно отвал башки с точки зрения того что это вообще не автомобиль это скульптура который в которой мы можем угадывать какие-то черты автомобиля и эта скульптура она по большому счету бионический дизайн который в тот момент как раз через генеративный дизайн начал проникать в умы инженеров и дизайнеров генеративный дизайн это вот оптимизация топологии то есть оптимизация формы исходя из функций то есть нагружение там каких-то деталек дает нам то что не нужно вот херачить монолит и фрезерить из него вот кронштейн да а там какие-то тоненькие металлические штучки их достаточно чтобы эту нагрузку вот ту самую расчетную держать то есть мы экономим материал и получаем детали достаточно странной формы это глядя на природу до кости там ветки веточка она у основания толстая потому что нагрузка больше а там где тонкая до над легче и много таких смыслов короче вот этот эстетика 125 скульптура она на самом деле определила некие стилевые ходы для целой линейки мерседеса там начиная с класса 222 и вот вся вот вполне себе недавнишняя история точно так же мы практикуя проектирование и на бумаге до сих пор конечно же и на планшете какой-то цифровой мы рисуя даже одно и то же мы часто получаем различное эмоциональное наполнение нарисовав синим карандашом или нарисовав сепией или нарисовав это на планшете фотошопе или там в скетчбуке рисуешь один тот же образ он по-разному получается это вот некая магия технологии в данном случае создание эскиза скетча ну и надо ли говорить что переход там от стали к алюминию и обратно до от дерева там к стали от стали к карбону это все тоже влияет на форму образования то есть ограничения которых может говорили эти ограничения применяя и придавая им в общем-то определенную эстетику мы получаем новые формы а это значит что что-то новое автоматически становится модным потому что ну мы же понимаем исходя из твоего рассказа у меня возникает уточняющий вопрос это звучит настолько по творчески интересной и сложной задачей что хочется задать вот этот вопрос способен ли что-то подобное похожее настолько глобально общее создать искусственный интеллект вот сейчас был очень тонкий лед он прям затрещал способен а почему нет есть просто задача которую разбиваем на под задачи да и получаем собственно рецепт создания чего-либо чем сложнее задача тем больше вычислительных мощностей должно быть привлечено для решения но в конце концов мы придем к тому что это вычислительная мощность будет настолько большая а все будет настолько прописано уже и разбито на под задачи на что ну будет что-то действительно боюсь ли этого нет но это вопрос замены или вопрос взаимодействия скажи пожалуйста вот перед тобой стоит стул сделанный из мдф условно ты знаешь что он покрашен но если что влага он там где-то вспухнет станет таким прыщавым и стоит стул который сделан из массива дуба вот что ты выберешь второй вариант почему звучит классно массив дуба у меня стул из массива дуба он тяжелый мощный такой на самом деле все все очень просто и массив дуба это натуральный материал которому 200 миллиардов лет а мдф это что такое мдф кто ты такой вот и все наша тяга к естественному и к натуральному она ее ничем не перебить а вот одно искусственный интеллект это уже звучит как ну при всем уважении это будет замена рутинных операций это на это нормально но никто же не плачет потому что вот мой прадед работал в швейцарии в париже лифтером да по теперь вот лифтеров ты не осталось ну и туда ему дорога то есть взаимодействие все-таки искусственный интеллект и реально да 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 это тоже инструмент и это будет еще один какой-то переход эстетические культурные к тому что вот будут предлагать нам все эти прекрасные ты используешь сейчас искусств периодически да да периодически в команде что ты используешь ну очевидно что там ребята из пиара маркетинга какие-то тексты мы периодически какие-то изображения потому как заплатить за вот эти стоки с фотографиями или заплатить там миджорни и попробовать сгенерить что-то свое она во первых как бы ты этим управляешь ну хотя бы хотя бы кажется что ты управляешь по крайней мере или результат зачастую довольно таки ожидаем ну и собственно все вот изображение это может стать иллюстрации чего-то это может стать привести нас какой-то цепочки его заключений и все ну то есть нет сейчас такого что я нажимаю на кнопку и получаю результат нажми на кнопку не пока такого нет но как я уже сказал мое мнение что мы к этому потихонечку придем то есть сейчас ты видишь в этом инструмент но не буду видеть и буду видеть инструмент но опять-таки возвращаясь искусственный интеллект будет делать нам какой-то дизайн он скорее всего когда-нибудь будет делать дизайн который лучше с точки зрения там это будет технологично это будет там через пять лет превращаться в воду и пердячий пар ради бога но это все это по это все чем мы сейчас занимаемся но это будет само автоматически не будет зарплату платить это все здорово но люди все равно будут возвращаться к тому что я вот хочу что-то свое нарисуй мне тачку это будет всегда это будет стоить денег это все равно будет применимо для создателей и для потребителей обнадеживающе да и оптимист скажи пожалуйста поскольку у тебя опыт достаточно широкий не только в автомобилях для тебя работа с автомобилем или в автоиндустрии это цель или это некий этап в жизни который есть или прошел но мы стараемся не уходить далеко от автопрома у нас периодически есть проекты связанные с автомобилями с мобильным бизнесом в 20 50 лап ну и опять-таки одна из причин которые вот позволила мне там какому-то можно сказать петралхеду уйти в создание общественного транспорта это то что тот самый общественный транспорт и те самые автомобили они стремительно приближаются друг другу то есть одной стороны есть запрос на комфорт в общественном транспорте сравнимый с автомобильным с личным транспортом с другой стороны уже форма владения автомобилями как мы знаем там каршеринг утилитарность некая ну вот да вот это все становится ближе к народу и к общественному транспорту и к общественному транспорту да и в сети законы по которым создаются например интерьеры общественного транспорта да то есть неубиваемость там мыть и шланга это все постепенно превращается и в автомобильные интерьеры это ну дух времени и с другой стороны на даже используя условно общественный транспорт там поезда самолеты пароходы людям хочется таких же кайфов как в майбухе или в роллс-ройсе и это тоже осуществимые даже больше возможности потому что объем интерьера на пароходе поезде чуть больше чем в моем ухе а значит можно не только значит это кресло ну и кровать и даже иногда толчок здорово же и это также интересно разрабатывать дизайн для парохода для поезда как и для роллс-ройса ну слушай это вот это и есть такое создание чего-то мне кажется в это в крови любого человека это это завораживает отставит тебя чуть ближе к к создателю всего вообще но я сделал глубоко глубоко скажи пожалуйста на но у меня есть приятель тоже он учился на дизайнера вот по моему в том же у него институте и такой я от него такую фразу такую речь интересную слышал он говорит я не работаю сейчас по специальности потому что куча ребят с которыми я учился на одном курсе гораздо более талантливы чем я и и я горит понимаю что чтобы создать мне нечто такое же крутое как они надо сидеть гораздо больше и трудиться чем они вот сочетание таланта и приложенного труда соотношение какое вот должно быть если какая-то формула оптимальна то есть если вообще такое понятие как в твоих глазах как талант дат для дизайнера насколько его можно выработать я не знаю как это происходит ну начнем с того что мой психолог мне говорит не сравнивая себя ни с кем сравнивая себя с собой поэтому передайте пожалуйста своему другу что да что что нужно совершенствоваться и на это надо действительно тратить время и эффект вот это 10 тысяч часов никто не отменял что нужно потратить на это время чтобы стать в какой-то области ну хотя бы не худшим хорошим хорошим а там уже каждый ищет свой путь и находит обычно просто путь осилит идущий поэтому если человек считает что он что-то его этим надо заниматься как бы странно не получалось и там может кто-то будет сравнивать что вот ты нарисовал какашку а вот тот гениальный дизайнер он вот делает дело вот у него контракция а вот у тебя нет контракта а ты ищи контракт ищи найдешь если выбрал для себя путь просто забудь о том что есть кто-то талантливее тебя кто-то у кого-то получается просто делать всегда найдет человек который более талантливый который лучше получается который знает больше чем ты вот сейчас дверь откроется заходит человек и скажут что-то про психологи тут загоняешь ты в этом ничего не понимаешь да я в этом ничего не понимаю но я пожил некоторое время и мне кажется что я могу поделиться своим отражением этого опыта не слава богу звучит так как как ну твои тезисы звучат для автодизайна также как во всем другом мире на самом-то деле по факту да потому что автодизайн это такие же люди как все другие так и есть да да ну может они пьют немножко больше кофе надо заходить почаще психологу тоже надо заходить почаще я давно не был но вот те слова я запомнил здорово скажи пожалуйста в принципе без высшего образования можно стать автодизайнером достаточно ли каких-то курсов наработанности посвящение себя этому может ли кастомайзер стать дизайнером самоучка очень до хороший момент да мне кажется он и есть если он сам делает что-то но востребованным а если он еще и востребован то значит все у него хорошо с этим я не случайно вспоминал он константина виктор чапотехина потому как будучи механиком гоночной команды делая что-то руками он не брал себе в голову что он не дизайнер а как я не дизайнер как я без образования вот это нет но это он делал и все и делает до сих пор слава богу поэтому если есть в тебе вот тяга что-то сделать и если это никого не ранит ну делай себе пожалуйста в удовольствие а если еще за это деньги платят ну ты просто счастливый человек в общем трудиться не покладая руку да извините за банальности но вот ну по факту да да скажи пожалуйста школа российского дизайна есть ли она и как она себя выделяет в мире востребовали востребована ли она в мире да я уже вот рассказывал про более успешных выпускников но опять таки я не хотел бы сравниваться с ребятами которые уехали работают давным-давно на известные компании и они более известны чем я это что греха таить одно это показывает что школа есть это как результат который на виду есть прекрасная школа Сергея Петровича Хельмианова в академии Штиглицев в Санкт-Петербурге его даже вот в наших кругах таких достаточно тесных называют вот как раз называют как раз конвейером по поставки дизайнеров западные компании то есть там шеф-дизайнер Бенген Доловсон там шеф-дизайнер интерьеров фиата я именно сейчас не буду говорить это легко гуглиться это русские ребята окончившие вот в Петербурге бывшее мухинское училище например круто а если там копнуть подальше и опять начать изображать из себя историка дизайна то там Баухаус величайший да вот который как раз вычленил дизайн как функция как минимализм и отсутствие украшательства да то что вот в 20-е в Германии потом это Дитерамс 50-е опять тоже в Германии Браун в России вот это было тоже востребовано и как раз даже с точки зрения новой власти да вот правительство большевиков такое все из себя современное прогрессивное оно как раз благоволело к дизайнерам архитекторам художникам творить именно вот что-то прогрессивное не буржуазное без украшательства это прекрасно уложилось на направление общемировые поэтому мы были очень часто в не то что в тренде мы его создавали мы русские проектировщики фишки есть какие-то узнаваемые фирменный почерк да ну вот как он есть баухаус и блин я забыл слово вот это надо будет вырезать я забыл слово конструктивизм вот то есть российский русский советский конструктивизм это плоть от плоти баухаус и даже где-то круче да без не без перегибов и так далее то есть на самом деле россия такой полигон новых идей где там постоянно какая-то происходит на живых людях тесты и вот там дом который фабрика жизни да то есть ты можешь не выходить из него ты в нем работаешь у тебя там есть кабинет ты детей отводишь в детский сад в которые все дети этого дома да у тебя прачечная столовая это все это дом нарком финна например иконическое произведение вот архитектуры дизайн и это очень очень близко к бауху даже на конструктивизм советских времен он действительно узнаваем очень сейчас современные дизайнеры которых ты говоришь которые работают в крупнейших компаниях да народных их можно узнать по почерку что а сейчас скажешь что другое сейчас немножко другое сейчас корпоративные такие истории больше то есть вот фирменный стиль это все это альфа и омега просто надо встроиться в него да ты просто в этой конве но тут тоже есть поле для творчества вспомните джонни на его который регулярно делал такие оммажи эдитеру рамсу да открываешь айфон а там калькулятор это калькулятор эдитера рамса пятидесятых да иконка и даже сам айпод с кружочком да это радиоприемник браун пятидесятых очень похоже ну то есть этого никто не стесняется это действительно я вдохновлялся вот этим и он не просто в каких-то рамках apple он создавал эти рамки apple это джонни айф или apple мне кажется это и то и другое поэтому взяв там проекты дизайнеров российских в любом случае там будет очень много в этом коктейле фирменного там бенга доловсон или фиат или кёнигсек на самом деле прямо с языка снял хотел спросить про заимствование в дизайне насколько она развита и она видим развита видит вдохновление наверное какими-то старыми созданиями ну вот скажи вот ты когда видел что-то вот такое новое что тебя прям вот волосы на жопе шевелись вот когда хороший вопрос где остались ну может в кино муж вот я опережаю может в кино каких-нибудь там страшных гадов там чужой ну я вот или там как он за аватар там что-то такое что незнакомое вроде да но если ты разобьешь зрительно умство в уме вот все вот это на составляющей ты увидишь что вот вот это от этого вот это от этого вот это от этого то есть по сути это какая-то компиляция уже там существующих образов там хвост от рыбы там лапы от курицы и от летучей мыши крылья вот полетела да страшно страшно новая новая но у нас по сути нет по сути это вот из чего-то сделаны и если это органично выглядит как будто сама эволюция это сделала тебя да я верю вероятно это какая-то другая планета хотя все понимают что на другой планете слись то есть все уже было нам остается только и все еще будет и остается только компилировать в компиляции в этом свойство в этом свойстве человека это не истина в последней инстанции поэтому это твое мнение для этого ты здесь как эксперт хотел еще уточнить про российских дизайнеров мы так вскользь упомянули ты вернее упомянул для меня на самом деле не так давно стало открытием да что один из крутейших дизайнов автомобилей сейчас самых крутых автомобилей создается русским парнем Сашей Силипановым да 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 и очень многие в автосреде об этом даже в России не знают то есть возможно сейчас я надеюсь вы сейчас загуглите и посмотрите кто такой Саша Силипанов если не слышали раньше кого ты еще можешь назвать ну вот прямо вот сильно выдающихся ребят которые создают сейчас что-то супер крутое очень интересное я понимаю что они все очень крутые да они все там да что они все очень крутые создают что-то очень крутое но вот такие настолько громкие и крутые проекты ну это звезды прям их надо знать а помнишь вот мы начинали с того что что такое промышленный дизайн да про бизнес про успешность продукта успех продукта да это деньги деньги любят тишину автомобильный дизайн тоже любит тишину здесь нет такого что у нас день открытых дверей смотрите что мы нахера вот тут нахреновертили и мы будем это выпускать через пять лет нет такого не будет потому что это все очень большая тайна и те кто это делает и те как это делают и те что это делают это не показывает то есть из этических соображений ты не будешь называть никакие фамилии не буду я понял ладно в каждой компании в каждой компании есть наши люди ну каком наши они мы вместе учились или вместе работали на каких-то проектах мы вместе там какую-то социальную жизнь вели и ведем и поддерживаем отношения там будь то в японии или в париже во франции или в германии или в китае ну то есть везде где есть автомобильные производители везде работают наши люди интересная информация потому что ну вот а любой китайцы тоже самое расскажет понимаешь любой вьетнамец тебе тоже самое расскажет кто же их поймет ну переводчик нужен что они там рассказывают да хорошо скажи пожалуйста ты можешь выделить какого-нибудь дизайнера за всю историю автомобилестроения которого который для тебя некий идол самый крутой дизайнер автомобиль ой или топ-3 топ-5 как-то как прочее давайте вернемся к тому что все-таки дизайн это командная игра и я уже говорил что есть шеф дизайнер да есть главный дизайнер есть начальник отдела художественного конструирования это примерно одно и то же и за каждым этим человеком стоит команда и она зачастую интернациональная и ну есть действительно очень яркие личности ну анатолий лапин например да анатолий лапин который создатель 911 он не советский но он русский и он вот с командой в команде делали замечательные вещи 911 там и 926 8 928 опять-таки помнят и не дизайнеров а помнят автомобили кто был шеф дизайнером или давай так кто был дизайнером отделочных материалов Citroen DS19 да бог его знает наверняка несколько это были наверняка мадам ну вот да помню каких-то суперзвезд в твоих глазах нет просто есть крутые вещи созданные крутые команды крутые профессионалы крутые команды крутые проекты на самом деле на самом деле автомобили просто он нами со стороны да потребителями этих автомобилей petrolheadами всегда выделяются живут там да это это медийные медийные ребята абсолютно да они безусловно талантливые да и и брак и бруносак и свет наш стив маттин может быть его не любят любители мерседесов за 220 да но я его обожаю как личность и как человека который подарил надежду что в россии можно сделать нормальные автомобили и лада веста тому в принципе хороший хороший пример для своего класса для своей стоимости это офигенный автомобиль а это тут целая линейка новое лицо автоваза и они не так чтобы там вы сделали у вас 20 03 а потом у вас 20 05 да и вот смотришь а это два разных автопроизводителя по сути потому что своего языка там своего вот ферстили там там и нет там что-то опять понадерганное опять вкусовщина опять какой-то человек из высокого кабинета сказал что мне нравится вот такой автомобиль поэтому сделайте мне примерно такой же и когда у дизайнеров есть энергии этому этому как-то противостоителю направить это в правильное русло то это здорово получается лада niva например да 20 21 вот это прекрасный пример из из наших или 20 победа гордимся любим помним ждем макс подтверждение твоих слов по поводу командной игры в дизайне работе над дизайном хотел рассказать такую историю в мою бытность работы в general motors это еще где-то 2010-2012 год точно не помню мне посчастливилось пообщаться с главным дизайнером general motors подтверждение твоих слов не вспомню как его зовут потому что но парень классный важнее продукт но парень классный но я естественно помню то что он создал в первую очередь это тот самый камара который бамблби которое было некое новое видение но новая веха в этом автомобиле и он действительно рассказал очень интересную историю о том что когда в частности создавался дизайн автомобиля камара он внутри команды дизайнеров создал несколько групп которым поручил разработать этот дизайн и создал некую внутреннюю конкуренцию после чего действительно выбрал победителя но после этого вся команда дизайнеров объединилась в работе над одним финальным вариантом несмотря на то что их варианты не были приняты и действительно потом общей командой сделали этот проект и как он говорил что его задача как руководителя была уже больше в деталях в каких-то нюансах в уходе от действительно философских решений каких-то и так далее но действительно он не мог приписать себе этот результат себе этот проект такая интересная история что действительно не мы не помним дизайнер мы помним продукт продукт автомобиль и это очень честно говорить о том что вот есть команда и это они сделали хотя он как менеджер как зачастую человек принимающий некоторые решения и отстаивающий их перед акционерами учредителями кем угодно берешь и ответственность да 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 при этом я хочу сказать что этот же дизайнер не вспомнил какой автомобиль но в линейке general motors в то же время одна из моделей была не очень успешной с точки зрения дизайна она не была принято очень тепло и он взял на себя весь удар он сказал что да это моя ошибка я принял последнее финальное решение и цена вопроса это же миллионы долларов смены поколений потому что все равно нужно выжидать этот момент когда можно сделать там рестайлинг какой-то или фейслифт и он взял это на себя то есть он он признал то что да это был не самый удачный проект не самый удачный дизайн и мое финальное решение конечно же она за мной ну это тоже достаточно рыцарский поступок хотя мы все понимаем что есть маркетинг есть фокус-группы кар-клиники где в принципе ответ ответственность размазывается по другим людям которые когда-нибудь могут купить этот автомобиль или даже никогда не купят этот автомобиль ну опять таки это тоже такой вокс по пули то есть глаз народа когда мы стараемся на ранних этапах еще от тестировать эти самые решения ну человек принимает на себя удар действительно это его характеризует ну все таки команда создает дизайн но финально один человек принимает решение о том что это дизайн нет 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 влияет но это не человек который волюн туристически говорит что только так и не как иначе то есть таких случаев достаточно немного в автомобиле строения есть какие-то озарения да там как миник например классический то есть вот надо расставить колеса по краям кузова да и он будет внутри больше чем снаружи ну гениально и в деталях там подвеска например которая вообще не занимает места практически но в современной истории такого уже практически нет к нам в нами приезжал очень известный и не всегда любимые в народе но мною очень уважаемый дизайнер шеф-дизайнер бмв крис бенгл и он как раз нам рассказывал на конкретных примерах что такое культовый автомобиль и что такое некультовый автомобиль то есть формула ну не то чтобы формула но есть определенные признаки культового автомобиля то есть это автомобиль который хотят все повторить то есть если говорить про камара там например или про мустанг то те камара и мустанг это культовые автомобили потому что их там пытались и повторяли в каком-то виде там датсун и так далее так далее так далее и в конце концов и вышли такие ремейки такие внучатые племянники одноименные автомобили те это шестидесятые семидесятые да безусловно соответственно если мы говорим про мини то вот у него тоже есть там современный мини да и опять таки а у современного мини уже есть китайские какие-то похожие очень автомобильчики это подчеркивает и то что тот мини культовый и то что этот мини культовый или там другой пример который приводил крис бенгл по маленьким причинам не бмв а в том случае volkswagen про новый жук да вот тот жук культовый потому что у него есть new beatle новый жук который вот его косплеит а у этого нового жука ну чё то вот как то нет последователей дальнейших кроме себя самого там вот еще одного поколения но никто и там в китае или в корее не сделал вот что-то похожее на вот нет а каенов сотни тоже видишь как китайских культовый получается выходит так дорест первый понятно самый спорный ну ведь самый спорный но бесспорно самый культовый вот в том-то и дело так так что тут не то чтобы самый лучший автомобиль обязательно станет культовым тут что-то еще подмешано такой да какая верна как его создаете все таки рецепты не существует как создать культовый автомобиль конечно нет повторить легко создать и повторить нелегко и создать я не знаю я не создал ни одного культового автомобиля поэтому вопрос не по адресу Ладно. Тогда задам по адресу вопрос, ну, вернее, я думаю, ты гораздо больше, чем кто-либо об этом знаешь, и нашим зрителям и слушателям точно захочется узнать, почему некоторые концепт-кары становятся автомобилями, а некоторые концепт-кары так и остаются вот некой красивой моделью на колесах, которую показали один раз и забыли. Ну, я не согласен, что забыли, потому что много концепт-каров, которые гремели и запомнились. В широких кругах забыли. Да, есть, вот насколько я осведомлен проблематикой такой, то есть несколько способов создания концепт-кары. Есть шоу-кары, которые отрыв башки и поиск нового стиля, да, и ту скульптуру, о которой я говорил, да, это квинтэссенция такого подхода. То есть совершенно вот космос и без шансов воплотить это в ближайшее время. И есть подход, когда уже почти готовый автомобиль, слегка принаряжают, слегка делают его таким гротескным. И вот, посмотрите, концепт-кары. Мне кажется, очень хороший пример – это Porsche Taycan, когда появился первый концепт, финальный автомобиль очень не сильно изменился. Действительно убрали какие-то вот гротескные, как ты говоришь, элементы. Формокальные колеса там, что-то такое. Интерьер может быть какой-то там тоже. Но, по сути, он остался таким, как бы… Некоторые кузовные панели могут быть уже те самые. То есть это, по сути, такое дерево, да, где основной ствол вот этот вот отрыв башки, а дальше уже как ветви, более похожие на фактически выходящие автомобили, концепт-кары, предтечи, скажем, уже серийных автомобилей. Ну, наверное, так. Ну, тут много маркетинга. Все-таки тоже хочется измерить, каков будет эффект. И если вокруг концепта на выставке там толпятся люди, фотографируются, и не пробиться к нему, да, то, наверное, такого рода продукт будет иметь своего покупателя в большей степени, в большем количестве. Стоит развивать эту тему значение, да? Ну, да, наверное. Еще раз, я в этом не особо силен. Ну, все равно нам интересно твое мнение на этот счет. Оно более экспертное, чем наше в любом случае. Безусловно. Ну, не знаю. Мне кажется, Антон вот намного более силен в маркетинге, нежели, чем я. А, ну, в маркетинге, конечно. Конечно. Но я скромно промолчу. Есть у меня еще один больной вопрос. Вылечим. Вряд ли. Я большой любитель седанов, купе, таких вот низких, красивых, на мой вкус, автомобилей. И сейчас, наблюдая вот это засилие кроссоверов... Рену Клио Симбол. Ничего, нормально. Лучше, чем то, о чем я сейчас буду говорить. Хорошо. Засилие кроссоверов, псевдовнедорожников, вот этих вот, оно просто мой эстетический, не знаю, насколько я могу это претендовать, да, вкус, в общем, мой взгляд и все это коробит. Я понимаю, в принципе, чем это обусловлено, но хотелось бы вот твое мнение услышать. Есть ли вероятность, что когда-нибудь мода на кроссоверы пройдет и все вернется в нормальное для меня русло? Ну, шансов почти нет, на мой взгляд. Потому что, ну, получилась довольно-таки удобная штука с точки зрения, там, входа-выхода, например. То есть, падать с тротуара сразу жопой об асфальт, ну, мало кто готов, да. Сейчас только автоэнтузиасты так поступают. А не потеряв достоинства, как бы, зайти и как бы сразу же... Ну, или не повредив хотя бы. Ну, не запачкав штаны, например. В хорошем смысле слова. Это удобно. Он, как бы, чуть более проходимый, да. Уже есть полно систем, которые стабилизируют автомобиль, несмотря на то, что центр тяжести повыше, да. И много людей, которые не ждут от автомобиля, вот, и угла не... Таких мало уже. Это нормально. И будет все дальше еще более прискорбно, вот, судя вот по твоему восприятию этих кроссоверов. То есть, тот горизонтальный лифт, о котором мы уже говорили сегодня, да. Те бытовые приборы, которые будут перевозить людей из точки А в точку Б с максимальным комфортом, да. С каким-то достоинством на тот прайс, который люди будут готовы за это платить. Это наше будущее. Ну, есть автомузеи, есть автовыставки. В конце концов, я надеюсь, что нас не выгонят сразу в резервации, как этих вот жокеев на лошадях, да. Ну, потому что реально уже на лошадях нельзя ездить по улицам. По большинству из них. По автомагистралям точно. Это запрещено. Да, да, да. Как быстро запретят нам ездить на некро-радванах? Управлять. Управлять ими точно. Просто управлять хотя бы, да. Хоть чем-нибудь. Скажи, пожалуйста, без каких элементов внешних кузова или внутренних интерьера не обойдутся автомобили будущего? Ну, экраны сейчас застилают весь интерьер. Возможно, зеркала сменятся камерами. Может быть, что-то еще ты видишь, как какие-то яркие элементы будущего? Ну, наверное, мы можем говорить о каких-то тенденциях, да. Куда все идет. Но здесь есть определенное понимание того, что эффективность автомобиля и его безопасность – это самое главное. Поэтому аэродинамика и, собственно, формы, которые не вредят при столкновении – это must-have. Я вижу, наверное, развитие в сторону… Опять-таки, я не знаю будущего, я не могу его предугадать, но по определенным косвенным признакам можно судить о том, что какая-то активная изменяемая аэродинамика, изменение формы автомобиля в процессе его эксплуатации – это то, что нас ждет. То есть, ну, он такой мягкий, что поглощает удары и как-то обволакивает, может быть. И опять-таки, там есть боковой ветер все-таки, да. Есть какие-то условия, при которых автомобильный кузов не может быть симметричным, да. Для того, чтобы там курсовой устойчивость поддерживать еще в этом аспекте. Наверное, так. По крайней мере, исследования в эту сторону идут. Дизайнеры рисуют такие штуки. Вспомним, там есть концепты, у которых арки, колеса, натягиваются колеса, когда они поворачиваются. БМВ, по-моему, было такое, как раз. БМВ, да, мне кажется, у Мерседеса. Ну, были уже такие случаи, да. Подеремся. И, в принципе, в этом есть смысл, потому что есть технологии, которые позволяют менять форму, да, и обеспечивать обтекаемость колеса, даже когда он повернут, это тоже неплохо. Я так думаю. Окей. Вопрос от любителя трилогии «Назад в будущее». Мы дождемся летающих автомобилей? Я думаю, что да. Люди в этом тоже направлении работают. Ну, я в этом не принимаю участие. Ну, то есть, звучит, в принципе, да, с точки зрения, такого визионера, наверное, логично, что поверхности Земли недостаточно для того, чтобы переместить всех людей, даже в рамках локального города. Ну, есть баланс между тем, что сколько энергии мы тратим, просто передвигаясь по Земле, да, по подготовленной поверхности, будь то дорога, рельсы, там, магнитная подушка, что угодно. И есть, как бы, растрата энергии, чтобы приподнять все вот это вот. А теперь вот с этим совсем мы попытаемся взлететь. Люди-то все равно хотят, как бы, и кондиционерку там, да, и музыку там объемную. А это весит. И это все надо будет поднимать как-то. А это вопрос к физикам уже. Ну, это вопрос, да, ко всем нам. Чего же мы хотим, быстро добраться куда-то или с комфортом? И когда есть выбор, это же прекрасно. Я думаю, что будет развиваться и то, и другое, и третье. И есть технологии, которые позволяют там уже гонять с бешеными скоростями по Земле. И 400 километров в час – это нормально совершенно. И конфортр. Про поездарежи, да? Да, да, да. Поэтому все упирается в эффективность, финансы, технологии. Окей. Банальщина. Опять банальщина. Да, все. Все скучно. Скажи, пожалуйста, вот Давида триггерят кроссоверы очень сильно, а меня триггерят китайские автомобили, в частности, их дизайн. Я не останусь в стороне меня тоже. Ну, вот, тем более, да. И некие собирательные образы разных европейских машин с разных сторон. Вообще, видишь ли ты прогресс в дизайне китайских машин? Есть ли за ними будущее? Могут ли они стать какими-то трендовыми в плане дизайна? Или все-таки их судьба всегда склеивать Порш с Мерседесом и выпускать на рынок некие такие? Честно говоря, вот субъективное мнение, я уже вижу достаточно большой прогресс в визуале. Я не ездил, не пробовал еще, но у меня будет возможность использовать, чтобы протестировать какие-то последние образцы техники. Есть вопросы, ну, то есть, эксперты между собой обсуждают это, как еще недостаточно зрелые конструкции. Ну, опять-таки, это вот за что купил, зато продалил. Ну, сейчас прям целая волна автомобилей китайских появилась на наш рынок разных брендов, да, естественно. Что-то ты выделил уже для себя? Я пока заучиваю название и пытаюсь нащупать фирменный стиль каждого из них и попытаться узнавать. Это такой опять возврат в детство, впал в детство и снова вот изучаю автомобили, как они выглядят и так далее. Это интересно с одной стороны. Ну, с другой стороны, это объективная реальность, которая вот нас сейчас окружает. Повторюсь, что есть, он очевиден уже прогресс в поиске своего собственного лица. И я могу сказать, что, оглядываясь назад, что все то же самое было с японцами, затем с корейцами, а теперь с китайцами. Я как раз хотел об этом тоже спросить. А я вижу, что поиск лица происходит быстрее, чем у японцев, например, или у корейцев. Опять-таки, мое субъективное мнение. И сейчас вот тот слом эстетического восприятия автомобилей, связанных с переходом на электричество, да, массовым прям бегством туда, оно помогает им, оно не мешает. Это как раз они формируют наряду с, уже перечисленными мною, уважаемыми автопроизводителями, как раз помогают найти себя. Мне еще что показалось, если оглядываться назад, как заходили на рынок японцы и корейцы, они же чем выделялись? Это дешевизна, что общая у них тоже с китайцами. И в дальнейшем появившаяся за эти небольшие деньги еще и надежность. Да. Вот мне кажется, китайцы эту вещь решили проигнорировать и сразу перескочили на какой-то фирменный, вычурный, выделяющийся стиль. И вот этим они отличаются от корейцев и японцев. Я пока не готов это обсуждать, у меня нет собственного опыта владения или даже эксплуатации китайских автомобилей. Вообще интересно, ты вот сказал про то, что они очень ярко сейчас ищут какой-то свой образ, свои виды. И при этом, насколько я знаю, подтверди, может быть, нет, очень много европейских, наверное, и российских дизайнеров работает над китайскими автомобилями. Все верно, да. И они могут помочь найти китайским автомобилям какой-то свой вид или это не зависит? Они вместе найдут. Это команды, которые сколачиваются. Есть нюансы, конечно, в каждой стороне отношения к экспатам, отношения к, скажем так, нетитульным дизайнерам. Дизайнерам нетитульной дизайнеры. Это нормально, это свойственно любому человеку, русскому, французу и американцам. Неважно. Но возвращаясь к тезису о том, что все-таки команда делает продукт, это работает, на мой взгляд. И надо отметить, что, опять-таки, автомобильная история, история дизайна. Японцы заходили на американский рынок, прежде всего. Они поглотили его, ну, не разрушили, поглотили, завоевали. И они же выбрасывали туда десанты своих специалистов, которые работали на фабрике Большой Тройки, на заводах. Они жили там семьями. Нет, это было официально, они набирались опыта. Они жили среди американцев. Они впитывали культуру для того, чтобы создавать продукт. Для носителей это культура. И вот это важно. Сейчас в этом я вижу некий просос с точки зрения создателей автомобилей там. То есть, никто не ездит в Россию так, чтобы понять, какой автомобиль нужен в России. Может, у нас рынок просто такой тощий. Может, поэтому это... Скорее всего, да. Может быть, рынок... Опять-таки, загадочная русская душа не надо забывать. Ну, и скорее, мне кажется, сейчас ставка делается на то, что все очень глобально. Все люди усреднились с точки зрения информационных поля. Оно уже прямо объединилось, мне кажется. Наверное. Скажи, пожалуйста, еще хотел, знаешь, что спросить. Мы вот заговорили про китайские машины, про их дизайн, который вот они сейчас ищут. Пока лепят из разных, как мне кажется, вдохновляющих их автомобилей. Вообще, в принципе, с гаджетностью автомобилей в современных. Когда есть куча систем помощи водителю, радары, лидары. Интерфейс более-менее у всех уже продвинутый. Сильно ничто не тормозит и так далее. Первичен стал дизайн для потребителей. Вообще, за счет дизайна можно стать топ-компанией, выйти вперед без усердной работы над подвеской, двигателем или взаимодействием электромоторов с ПО и так далее, и так далее. А все, что ты сейчас перечислил, это и есть составляющая дизайна. Да, люди, ну, по крайней мере, мой круг общения не отделяет внешний вид от потребительских свойств. Очень интересный момент. Я на самом деле был уверен, что инженеры и конструктора, которые работают над начинкой автомобилей, и дизайнеры, которые работают над интерфейсом, внешним и внутренним обликом автомобиля, это... Это все очень связано. Тут, наверное, стоит обратиться к корням слова дизайн. Дизайнеры, создание, в первую очередь, переводится, уже потом дизайн. Дизайн, конструирование, да. Да, очень важно отметить то, что люди действительно воспринимают дизайн не только как внешний вид, это и запахи, звуки, усилия, с которыми люфт, несоответствие зазоров, перепадов, воспринимаемое качество. Все это, оно очень переплетено с дизайном и в сознании человека, и в процессах создания автомобиля. Поэтому, задумываясь о том, как этот разъем должен пойти, мы, дизайнеры, работаем плотно с конструкторами, чтобы этот зазор действительно был эстетически выверенным. Что есть условия, когда он может быть меньше, больше, в зависимости от сборки или погодных условий, от температуры и так далее. И это все в головах создателей, проектировщиков, и это все работает на восприятие продукта. И, опять-таки, важные слова о том, насколько бренд может создать продукт с дизайном или без дизайна. Без дизайна сейчас вообще никак. Но мы это понимаем. Я именно об этом, я перефразирую тогда свой вопрос. В самом начале ты сказал, что наше поколение очень много взаимодействовало с автомобилями, чинило их, ковырялось в двигателе, в подвеске, разбирало автомобили, собирало. Мне кажется, сейчас это не очень распространено у молодежи в работе с современными машинами. И именно поэтому я задал этот вопрос. Действительно ли сейчас первичен интерфейс, дизайн, как машина выглядит, какие элементы внутри, большой ли экран, а какой у нее двигатель или какая у нее батарея, какая у нее мощность, управляемость, легко ли ее чинить. Очень мало людей волнует, поэтому, возможно, у китайских, например, компаний, я предполагаю, может быть, и твое мнение интересно, первая цель, окей, давайте сделаем классный дизайн, остальное вторично. Вот есть ли такое, как ты думаешь? Вообще вот в автоиндустрии... У меня просто в голове не разделяется. Для меня классный дизайн без хорошей подвески в автомобиле не может быть. Он бесполезен просто. Ну да, это до первого вот чего-то такого, что разочарует. Опять-таки, возвращаясь к эмоциональной составляющей дизайна, автомобиль должен дарить эмоции. Ну, мы это все прекрасно здесь понимаем. И даже кому до лампочки автомобиль, то и у этого человека должны быть положительные эмоции. Поэтому там какой экран, да, это не так важно, если он продуман, если он не раздражает, если нет там какого-то задержки обратной связи, да, или там нет такого, что ты вместо чего-то, вместо выбора подкаста, ты тычешь куда-то там в настройке подвески, да, условно. И думаешь, блин, или я тупой, или дизайн плохой. Вот скорее второе. Я с тобой абсолютно согласен. Мне было интересно узнать твое мнение на этот счет. Спасибо. В связи с этим хотел бы еще вот уточнить, насколько дизайнеры при проектировании автомобиля ставят себя на место его пользователя. Вот, например, классный факт. Я однажды прочитал, что дизайнер первого Ford Focus был курящий, и там из-за этого очень классно пепельница расположена, вот прям чуть пальцы отвел. Там, где надо, да. Да. Нигде больше так пепельница классно не расположена, потому что вот он прям был уверен, что это надо. Это никак не сказалось, не стало ничего хуже. Но в этом моменте стало классно прям вот то, что надо. Насколько часто подобное происходит при проектировании автомобиля, что человек думает, так, я бы хотел, чтобы было так. Я сделаю так, и попробую объяснить там своему руководству, да, донести выше, всем объяснить, что так и должно быть. Как часто такое случается? Ну, это часть нашей работы. Здесь есть баланс между тем, чтобы упасть куда-то туда и сделать автомобиль под себя. И сейчас мы можем говорить даже не про автомобиль, а просто про любой объект промышленного дизайна. Какая-то штука, да, мы делаем штуку. У этой штуки обязательно есть какая-то целевая и, скажем, core аудитория, да. То есть те люди, которые, скорее всего, это купят, которым это нужно по тем или иным причинам. Соответственно, наша эмпатия, да, вот наша способность влезть в шкуру этих людей, она нам помогает пожить их жизнью и сделать что-то лучше, чем было. Ну, естественно, в рамках бюджета. Это супер, это хороший навык, и действительно мы стараемся так поступать. Другое дело, что всегда есть такие рецепты, когда ты берешь представителя не вот целевой, не вот той аудитории, которая вот прям вот с густок вот этого всего, да, а мы берем кого-то вот, кто там раньше не был. И именно там таятся вот те волшебности, которые добавляют продукту исключительности. Там пример какой-то был хрестоматийный, что там где-то на первых авоськах, сделали изофиксы сразу же на задних сиденьях. Что там? Там ездит Ангела Меркель, у нее уже там типа не нужны эти детские вот эти штуки. А на самом деле есть женщины, которым нужен большой, комфортный, комфортабельный седан, и которые возят детей там в школу и так далее. Или мужчины тоже возят детей в школу. Достойные женщины, которые не хотят ездить на кроссоверах. Ну, что-то такое. Вот, да, кстати. И, соответственно, появление этих изофиксов в довольно высоком ценовом сегменте, оно не то, что как бы зря, да, оно просто добавило аудиторию, которая до этого, не находя там каких-то штук, не пользовалась этим как-то в полном. Я представляю, выставляешь себе, значит, фильтр поиска на какой-нибудь площадке, да, где продаются автомобили. Ставишь там объем двигателя, там, 5 литров, да, цена такая, там, 1100 долларов. И обязательно, чтобы изофиксы были. И появляется только ауди. Например. Кстати, вот уже второй раз, наверное, или третий, мы говорим о каких-то цифрах, да, то есть это объем двигателя, там, количество лошадьевых сил или секунды разгона, там, до 100, 100 и так далее. По сути, это попытки оцифровать эмоции. Безусловно. Ну, то есть, вот он вжаривает или нет? Вот циферки вот такие. Скорее всего, обещание того, что вжаривает, да? В хорошем смысле слова. Чуть лучше, чем кто-то другой. Ну, в общем, да. И, по сути, дизайн, вот еще одно определение, что такое дизайн. Дизайн – это обещание счастья. Прошифровать немножко. Ну, вот ты видишь Apple iMac. Включаешь его. Включаешь браузер, там, то-сё, мышка, клавиши, щелчки. Щелчки, да, вот это. И ты понимаешь, что вот эта штука тебе нравится, и ты будешь с этим счастлив какое-то время. Пока не будет тормозить процесс, разобьется память, к чертову мать. Пока он новый, он же классный. Все. Тебе нравится, тебе это дает хорошие положительные эмоции. Да, да. И это обещание, что эти эмоции будут продолжаться. То есть, обещание счастья. Класс. Отличное определение. Максим, предлагаю в хронологическом порядке поговорить о последних значимых, мне кажется, для многих значимых проектов, в которых ты принимал участие. Давай начнем с Маруси. Мне очень, на самом деле, интересен этот проект. Мне кажется, он во многом уникальный. Да, много разговоров, споров. Но все-таки давай немножко хотя бы поговорим, потому что мне даже интересно, как потом эта команда перешла в работу над Аурусом. Какая твоя роль была в проекте «Маруся»? Да, мне понравились вот эти последние проекты, а потом «Маруся». Это 15 лет назад. Да. На самом деле, да, все закончилось около 10 лет назад с «Марусей». Я успел заскочить, что называется, в последний вагон. Это было в 2009-м. И я вот как раз как-то устроился работать дизайнером интерьера на совершенно непроходной проект. Это был «Внедорожник F2», который Николай Владимирович Фоменко задумывал, как некий продукт для госорганов. Ну, то есть он был проходимый, должен был быть проходимый, он должен был быть комфортным. Но в то же время у него должен был быть дизайн такой как бы непрогрессивный. И, соответственно, дизайнер экстерьера был, и вот надо было интерьер сделать. Ну, вот мы с Павлом Сорокиным как раз одновременно пришли из яхт в «Марусио» и как раз вот сколотили такой интерьер. Он дальше прототипа не пошел никуда. Но в то же время это была интересная работа и вливание в коллектив. И, конечно же, «Марусь» штормила, и там какая-то генеральная линия, она периодически корректировалась. Делаем машину здесь, в Москве, делаем машину. В Европе, а с кем мы делаем машину, а какой драйв-трейн. Все это было всегда очень непостоянным. Может быть, от этого как бы раз драйв такой и пошел. Не знаю, не мне судить, есть как бы аналитика более глубокая, чем моя, и люди, которые там были ближе к каким-то центрам принятия решений и так далее. В любом случае, как была команда, которая работала над спортивными автомобилями B1, B2, B3 с шеф-дизайнером Ярославом Рассадиным. Ты не принимал участия в дизайне этих машин? Нет, нет, нет. Впоследствии мы стали хорошими приятелями. Однажды просто где-то Ярослав, может, что-то не то сказал, и Фоменко его отправил в отставку. То есть, он не уволил, он сделал Ярослава арт-директором компании. И, соответственно, Ярик отвечал за фирменный стиль, за какие-то, может быть, маркетинговые штуки. Работал, кстати, с Денисом Дрягиным, с Дамиром Каримовым. И, соответственно, интересные вещи они такие продвигали с точки зрения бренда. А продукт доверили мне, как последнему уже на тот момент шеф-дизайнеру. Я сменил Ярославу на этой должности. И к тому времени уже договорились с Валмитом делать Marossi B2 в Усиково-Пунке в Финляндии. И моей задачей, и задачей команды, конечно же, было приземлить прототип Marossi B2 и превратить ее в серийный продукт. Мы перетряхнули все, ни одной поверхности не осталось. Мы действительно улучшили автомобиль с точки зрения пользователя. Проем дверей был больше. Ну, в общем, очень многое изменение. Прости, пожалуйста, это B2 относительно B1? B2 относительно B2. А, относительно B2. То есть, B2 прототип, который показали в 2009 году на выставке в Монте-Карло, в Монако? Нет, 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 нет. Показывали где-то. Девятый год. Или в Швейцарии? Нет, в Германии, в Германии. Николай, что на Женеве? Нет, 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 нет. Давай еще раз. B2 прототип, который показывали на выставке, и B2, который финны были готовы выпускать, это два разных автомобиля. Соответственно, с 2009 года, в 2010 мы ее более-менее довели, и вот до 2012 года мы занимались переделкой этого всего. С командой инженеров, с командой дизайнеров, с командой закупщиков шерстили полмира для того, чтобы законтрактовать поставщиков компонентов, чтобы этот автомобиль поехал. И в результате мы были готовы к 2012 году его уже вставить на производство, но не получилось. Почему, как ты думаешь? У меня даже немножко другой вопрос, более, может быть, конкретный. Николай Фоменко как творческая личность, он, как мне кажется, любая творческая личность достаточно эмоционален. И как ты только что сказал, что компания штормила по очень многим вопросам в очень разных направлениях, это было причиной? Я не берусь судить, не буду судить, и я не знаю. Ну, определенно и очевидно, что это был вопрос финансирования, и контракт с Валми там надо было оплачивать, и это были достаточно серьезные деньги, любая разработка автомобиля – это серьезные деньги. И был инвестор, и, соответственно, видимо, он перестал быть инвестором. И от этого все сдулось потихонечку. Ну, я говорил про эмоциональность с точки зрения того, что появился B1, до конца еще не запустили B1, появилось B2, появились идеи внедорожника, еще идеи какие-то были. Было не слишком ли это было вот эмоционально как раз, с точки зрения бизнеса? Это было эмоционально, держало всех в тонусе. Безусловно, я могу сказать только за дизайнеров. Мы, конечно же, херачили там достаточно серьезно. Было много проектов, они все были очень интересные. Мы не всегда понимали, что нужно и как это сделать, но мы учились и сами у себя, и у людей, которые нас окружали. И я могу сказать, что команда, которая в тот момент работала над автомобилями Маруся, и B1, и B2, и B3, и внедорожники, из этих людей вот сейчас выросли очень многие видные деятели автомобилестроения в России. — Слушай, а вот сейчас, ты говоришь, уже 10 лет прошло? — 10 лет прошло, как мы уже этим не занимаемся. — То есть 15 лет с начала проекта? — Проект, мне кажется, был с 2007 года, то есть вот считай. — Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, глядя сейчас назад, дизайн этих автомобилей? Ну, скажем, экстерьер. — Он был актуален на тот момент? — Он до сих пор актуален. — До сих пор? И B2 тоже? — Я считаю, B2 прежде всего актуальна. Что она как-то так заферментировалась, что она вне времени. И в этом большой вклад Максима Шершнева. Это вообще гений. Возвращаясь к разговору о талантах и влиянии личности на автомобилестроение. Вот Максим Шершнев – это очень талантливый, трудолюбивый, умный, вдумчивый человек. Мы с ним до сих пор стараемся сотрудничать. Не всегда получается. Ну, какие-то проекты мы до сих пор делаем. И я надеюсь, что будем. Ну, и, безусловно, арт-директоринг Ярослава Рассадина, который как-то упорядочивал много разных идей. Ну, и там был и Ваня Борисов, дизайнер, и Николай Сосна, и очень много талантливых строгановских дизайнеров. Ну, и плюс инженеры, которые не то чтобы отвергали, как это вот так комично иногда выставляется, что вот есть дизайнер гениальный, да, и душнилый инженер, который все отвергает, говорит, что все говно, этот дизайн работать не будет. Это сделать невозможно. Это сделать невозможно. Идите в жопу, иди переделывай. Нет, это была действительно реально одна большая команда настоящих дизайнеров. Кто-то просто больше инженера, кто-то больше создателей образов. Насколько много свободы было у дизайнеров? — Благодаря Фоменко, между прочим, дизайнер имел вес всегда в Маруси. То есть, если это было эмоционально, правильно, с точки зрения Николая Владимировича, то это шло дальше. И мы искали вместе с инженерами, как бы это сделать максимально эффективно. И в этом была сила. И в этом подход и Стива Джобса. Так, на минуточку. Ничего себе мы перескочили. — Да-да-да. — Я это называю... Не мешайте художникам творить. — Ну, мы всегда обижаемся немножко на вот это художник, потому что художник — это искусство, которое не должно продаваться. — Я понял. — Здесь все-таки мы должны делать продукт, который обязательно купят. — Ну, вы же знаете, что вы должны делать продукт, который купят. Поэтому вы его должны делать хорошо. — Да, мы вообще должны. — Да. Я, на самом деле, спросил про дизайн и актуальность дизайна автомобиля Маруся по одной причине. Потому что B1 и B2, как мне кажется, кардинально разные с точки зрения дизайна. — Да. — Абсолютно разные. — Да. — И в моем представлении, на мой вкус, B1, он ближе к классическим спортивным GT-автомобилям. — Да. — Более элегантный, как мне кажется, и мне ближе, например, по дизайну. B2, в свою очередь, и даже сейчас, и на тот момент суперфутуристичный автомобиль был по дизайну. И ближе к каким-то восточным, если честно, дизайнам, то, что я видел в Эмиратах, какие-то самодельные проекты и так далее. И именно поэтому мне было интересно, насколько он был впереди своего времени тогда, и откуда взялось вдохновение, взялись те идеи создавать B2, как мне представляется, поправь, вообще без основы на B1. Это было какой-то абсолютно, с точки зрения дизайна, абсолютно... — Стилистически это совершенно разные автомобили, в них даже сложно какую-то преемственность найти, но мы находили, и она была, и мы ее подчеркивали в каких-то презентациях, рассказах о том, что вот, смотрите, есть такое, есть такое, и здесь, мне кажется, совершенно логичным, что примерно одно и то же с точки зрения механики, с точки зрения шасси и конструкции. И такое разное с точки зрения эмоционального восприятия. Действительно, B1 – это что-то такое-то в Италию, Европа, и такой классический спорткар. А B2 – это русский танк. — Даже так? — Да, да. Пририсовывали даже, вырезали в фотошопе катки у танка. — Гусеницы, то есть? Нет, катки. И вставляли, значит, вместо колесных дисков. Получилось такое брутальное. Да, тогда еще можно это было делать. — Действительно, да. Хорошо, тогда как ты думаешь, если бы сейчас… Ну, такой вопрос, на самом деле, сильно философский, но если бы сейчас была возможность создавать Марусю, каким был бы у нее дизайн, как ты думаешь? Хотя бы в каких направлениях тебе он представляется? С философией этой компании? Ближе, например, к B2 или к B1? — Нет, было бы что-то совершенно другое. Это было бы электрическое, что-то тоже с таким вот разгоном. И обязательно бескомпромиссный с точки зрения внешнего вида. — Какая философия, кстати, была у Маруси вообще? Вот о чем этот был бренд? Как тебе кажется? Я понимаю, что ты не маркетолог, но как тебе виделось, когда ты там работал? Какая философия? — Он виделся и слышался, потому что отдел маркетинга был в соседней двери, и там же уже был Ярослав, и Денис, и Дамир, и они, собственно, формулировали все это. И мы вместе с ними искали русскость дизайна. И определили, что это внутренняя сила, и впоследствии это все стало Аурус. — Да, я прямо хотел сказать, как-то это очень знакомо. — Да, это родилось именно в Маруси. Так же, как, например, интерьер Аурус-Сенат, Аурус-Сенат-лимузин. Этот интерьер мы начинали делать еще для Маруси Эль-2 с командой дизайнеров, которая в конце концов стала команда дизайнеров интерьера Ауруса. И мы очень много всякого клевого дерьма туда напихали потом, нашли поставщиков. И вот эти наработки, вот этот... Ты понимаешь, хорошие идеи, они все равно рождаются не в тюрьме, и не в сумасшедшем доме, да, и не на руинах института советского автомобильстроения. При всем уважении. Нами отстроили заново, впрыснули туда жизнь, но в тот момент, в 2014 году, это были руины. И создать что-то вау, там было достаточно проблематично всем. И дизайнерам, и конструкторам. Но мы еще вот из Маруси это все. А там был драйв. Вот там уж точно был драйв. Да, но ты прям предвосхитил мой вопрос по поводу того, как происходил переход от Маруси к Аурусу. Я так понимаю, большая часть команды переместилась. Какая вообще история за этим стоит? Как так получилось? У меня остались от Маруси заготовки такие из двухмиллиметровой нержавейки, лазером вырезанные логотипы вот это N. Остались несколько штук. Ну, их там не располировали как-то, брелки не превратили. Вот они лежали и лежали. Потом, ты помнишь, мы съездили в Черногорию, мы придумали Аурус. Все придумали. Ландор сделал логотип и вот это все оформили. Мы вместе одной командой это все. И вот лежит, значит, практически пресс-релиз с Аурусом с логотипом. Описано все вот это вот. Брендбук ты имел. Ну, какая-то его часть, его зародыш, можно сказать. И я положил вот этот вот кусочек нержавейки на логотип Ауруса. И они на 90% совпали. Логотип Маруси и логотип Ауруса. Причем Ландор не имели к этому, естественно, никакого отношения. Но вот так получилось, что... И мы потом шутили, что, чуваки, на самом деле, если оторвать шильдик Ауруса и поставить шильдик Маруси, он встанет туда как флитой. Ну, понимаете, что это случайность. Но мы же знаем, что нет случайностей. Ну, конечно, я думаю... Есть определенная ДНК, есть вот эти вот штуки в Аурусе еще оттуда. Все-таки вернусь к переходу команды или части команды Маруси в проект Ауруса, в НАМИ в том числе. Правильно ли я понимаю, что сам Николай тоже очень форсил его участие и как бы участие Маруси в целом в проекте Ауруса или в создании вообще на базе... Да, не было Ауруса еще тогда. Было все-таки НАМИ и была Маруси. И уже договорились о том, что Маруси проектирует автомобили на продажу, а НАМИ проектирует автомобили для госслужащих. Но у них есть общая компонентная база на одной платформе. Об этом сразу договорились. И то есть Маруся была полноценным членом команды разработчиков. То есть у проекта были управляющие комитеты, вот эта вся бюрократическая штука, менеджмент. И мы там от Маруси участвовали до тех пор, пока Маруси не сказал, что, ребята, все, мы закрываемся. То есть переход был достаточно плавный. Вы сначала включились, а потом перешли. Да, ну там есть разные мнения на этот счет, полярные мнения. Ну то есть все же видят ситуацию под разными углами. С некоторых углов казалось, что это забрали компанию. С некоторых углов казалось, что это спасли команду. Тем самым, что они не разошлись, а им сделали предложение, что, ребята, мы платим вам такие же деньги, вы работаете дальше, но уже под вывеской нами. Ну и это разные мнения. Но, по сути, вот произошло такое практически бесшовное переход, бесшовный переход из Маруси в нами. Ну я себе это так всегда и представлял, что действительно этот новый проект Аурус, он позволил сохранить команду и опыт, который был наработан. Да, это довольно позитивный такой взгляд на этот процесс. Ну мне кажется, что да, это так и есть. Ну вы же знаете, что память, она обычно вымывает все неприятное, все то, что ранило и так далее. И остается, собственно, у нас нормальных людей. Остается, собственно, такой осадок, какой он должен быть. Скажи, пожалуйста, перешел ты в проект Аурус на какую работу, чем ты там занимал, за что отвечал в проекте Аурус? Я не буду говорить в нами, именно в проекте Аурус. Да, потому что на тот момент нами это, в принципе, был только проект Аурус. А так, откроете тайну, я работал в нами и до Ауруса. То есть периодически я в Аурус пришел, это уже второй был мой приход. До этого я работал в нами, это была такая работа полуфриланс. Я помогал ребятам с всякими альтернативными энергетическими установками внедрять их в автомобили страны советов. Водород? Водород, да, топливный элемент, там вот это вот все. Я в этом участвовал, я был даже устроен официально в нами. Но фактически я работал там в студии Лебедева, в промдизайне, в Марусе, дизайнером интерьеров. В результате, когда меня уже пригласили шеф-дизайнером, я уже устроился в Марусе официально. А так я вот был в нами. И вот я вернулся в нами уже в проект ЕМП, который стал Аурусом. И моя роль была как раз возглавить команду дизайнеров интерьера. А интерьер нужно было сделать как для седана-лимузина, так и для SUV, для MPV и вот для всей линейки. И естественно, конечно, требования были, что давайте как можно больше компонентов унифицируем. То есть попробуем сделать интерьер, который одинаково подходит всем. Ну, конечно, дудки всем не подходят. Но мы разработали такие модульные штуки, которые, как Лего, собирал там, хочешь микроавтобус, хочешь внедорожник. В принципе, они похожи. То есть вот так сравнивая, редкий человек найдет отличие. Такое ощущение, что это один и тот же интерьер. Это хорошо разве? Нет. Для потребителей это не очень хорошо, потому что каждый хочет себе свой собственный интерьер. А для производства это прекрасно. Для снижения себестоимости это здорово. Но опять-таки мы же дизайнеры, мы же делая одинаковости, продумываем так, как можно эти одинаковости сделать выглядящими по-разному. То есть там десяток кроев сидений, которые на одну конструкцию натягиваются. Ну, то есть что-то мы посмотрели у Мерседеса, что-то у Роллс-Ройса. Ну, опять-таки про заимствование. Кто-то прямо говорил, что Аурус – это русский Роллс-Ройс. И помнишь, мы готовились к любым нападкам и объясняли, что автомобили в этом классе, они вообще между собой довольно-таки похожи. Учёно того, что гранды этого класса – это Роллс-Ройс и Бентли, и примкнувшие к ним сначала не очень удачно в Майбах. Ну, вот, собственно. Куда смотреть-то? Да, опять-таки Майбах примкнул не очень удачно, как мне кажется, ввиду своей современности, излишней для этого сегмента. И я, как маркетолог, который активно принимал участие в проекте Аурус, очень много работал над тем, чтобы донести эту философию люксовых седанов, люксовых брендов, таких как Роллс-Ройс, Бентли, и в том числе Аурус, которые несут больше классические какие-то… Да, да. По сути, Гоуст, он прост до безобразия, но в то же время в этом есть харизма. Действительно, 62-й Майбах, он навернутый до посинения просто. Он слишком хорош. Да. Фантом… Не, Фантом, простите. Фаэтон, он слишком хорош. И вот это немножко провальные такие проекты, которые всегда были таким домоклым мечом над нами. Как не сделать слишком, слишком, что это не зайдет? Да, и это на самом деле, как мне кажется, такой парадокс интересный в сегменте роскоши, когда люди ищут некую близость к карете, а не к супер-хай-тек какому-то гаджету. Ну, ты же помнишь, что нам самое важное было – это история, которой у нас не было, и которую нужно было придумать, всем искать, чтобы поверили. И вот каждой линией, каждой поверхностью, каждым выключателем-переключателем, какое он усилие и так далее, запах кожи дерева – это все мы старались сделать настоящим, исторически подлинным. Мы, кстати, просидели много часов в гараже военной части, которая обслуживает парадные кабриолеты. У них шикарная коллекция, все ЗИЛы, ЗИСы, парадные, плюс все ЗИЛы, ЗИСы, седаны, лимузины. И вот мы там ЗИС-110, ЗИС-101, все ЗИЛы, все лазили, эскизировали, дизайнеры сидели, какие-то деталюшки зарисовывали, именно те, которые классные. Потому что, ну, по сути-то, никто не знает, какой был интерьер у ЗИЛы. В этом беда. Никто не знал, да? А дух нужно было из этого достать, выжимку, варенье сварить и подать его. И вот только тогда люди верят, когда они не понимают, в чем дело. Вроде как автомобиль новый, но вот что-то так, где-то я это уже видел. С одной стороны, это плохо, типа, вы дизайнеры плохие, вы ничего придумать не можете. А с другой стороны, черт, черт, верю. Вот мы вот этого хотели, и мне кажется, что получилось. То есть, дизайн интерьера изначально делался для седана, потом уже лимузин. Да. Добавлялись в него некие вот эти средние части, перегородка и так далее. Все верно. Потому что я был уверен, на самом деле, даже поработав с проектом «Аурус», что первым все-таки был проработан именно лимузин. И уже потом... Не совсем так. Хотя, с другой стороны, действительно, лимузин – это лишь средняя часть. Да, есть же разные акценты, которые там ставятся, что действительно, отчасти, там, лимузин – это главный автомобиль семейства. Он статусный, он автомобиль первого лица – это тоже важно. Но, с другой стороны, тираж-то будет, где в седане, там все эти детали, которые нужно будет разработать, оснастку, и мы этим занимались, технологично, собираемо, взаимозаменяемо. И там был самый промдизайн-то. А кастомайзинг, да, он был именно в лимузине. Ну, и, видимо, добавить секцию все-таки проще, чем убрать с точки зрения дизайна. Нет. Там тоже сложности много. Вот если взять, расставить автомобиль и наварить просто экструд такой, да, то получится вот этот... Таун-кар. Таун-кар, да-да-да. Или или Хаммер какой-нибудь, Киркорова. Кстати, в «Асварте» тоже делали. У-у-у, было весело. Но это в другой раз. А я тебя спрашивал про самые крутые проекты. А видишь, они как всплывают совершенно неожиданно в памяти. Было много интересного, да? На самом деле, мне вот еще интересно узнать челлендж с точки зрения создания автомобиля, который и бронированный, и не бронированный. Например, толстенные стекла, которые в не бронированной версии создают достаточно широкий подоконник на дверях. И это обыграть достаточно сложно, я так понимаю. Ну да, это был определенный вызов, справились. Ну, до этого делали наши предки на ЗИЛах и ЗИСах то же самое. Тоже старались сохранить как можно больше интерьерных панелей. И есть способы, как можно дополнительными деталями. Это все организовано. Но для тебя это был первый опыт, ты не работал с тяжелой техникой, раньше, тем более в таком формате создания нового. Да и опыта-то не было, я не работал с тяжелой техникой. То есть, как ты помнишь, у нас этим занимались специальные люди, к которым еще сложно было попасть физически. Поэтому они там что-то делали, выдавали нам какие-то свои комментарии, и мы корректировали что-то. Ну, как-то так. Ну, то есть, я тут не вижу проблемы. То есть, защищенная версия или там, допустим, какой-нибудь спецверсия, там, спорт эдишн, дизиньо или что-нибудь такое. Ну, то есть, это просто одна из версий. Вот надо на нее тоже сделать комплект деталей. Вот построили в Элисе, там, толщины откинули, там, точки закрепления с инженерами, ну, и вся вот эта ботва. Рутина, короче. Но Аурус АМГ, это было бы весело. Ну, это был бы не АМГ, конечно, но... Да, наверное, это... Аурус GT, Турбо... Руф. Руф. Аурус Руф. Да-да-да, точно. Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, история бренда, философия бренда, насколько вообще важна, на какую роль она здесь сыграла? Сразу же отчасти сам отвечу, что, конечно, роль она сыграть могла очень маленькую, поскольку этот бренд только создавался. Но вообще, как ты считаешь, в этом сегменте, да, есть Роллс-Ройс, Бентли, которые очень тщательно создают свою историю, в том числе не только автомобили, там, будь то гоночная или, там, королевская история, но и брендов, чтобы они ассоциировались с определенными какими-то вещами, образом жизни и так далее. Аурус Руф. То, что вот формулировали специально обученные люди. Важно ли это? Да, безусловно. Это миф. Это то, что нужно обязательно рассказать. Приглашали тут на день рождения в очень модный новый ресторан. Он посвящен кухне народов СССР, ну, России. И вот со всей страны, значит, всякие собраны. Вкусно. Ты себе не представляешь, как. Но я себе на секундочку пытаюсь представить, а что было бы, если бы я просто вот уткнулся в телефон и ел бы вот это. Не было бы такого эффекта, нежели чем там нам рассказывают, откуда это, почему это, а как это связано с историей. Почему вот эти были кочевники, а вот эти были там, поклонялись этому деревянному. Понимаешь? И вот эта мифология, она делает продукт настолько другим, что прям диву даешься. Я очень понимаю, потому что я очень верю вообще в философию бренда. Не только в автомобилях, на самом деле. Да, в любом. Очень важно, наравне с дизайном, с функционалом и так далее. На 100% поддерживаю. Вот у меня вопрос в связи с этим появился. Насколько в этой философии нового бренда Аурус много от правительственных лимузинов Советского Союза прошлых лет? Я вообще как бы не ответственный за эту тему. Личное ощущение. Но у меня есть свое мнение. И как бы могу поделиться, потому что уже прошло достаточно количество времени. И по большому счету я об этом рассказывал, и будучи еще дизайнером NAMI. Исторически было три варианта. Либо сделать ЗИЛ, возродить его, да? Либо сделать Руссобалт, что история позволяла интересная. И сделать новый бренд. Вот три варианта. Кстати, все эти вариации как раз описал Александр Николаевич Захаров. У него был специальный труд про марку правительственных автомобилей. Там еще был Яковлев Фрези и другие пионеры русского автомобилестроения. Но суть не в том, что выбор был сделан в сторону нового бренда. Почему? Потому что ЗИЛ – это слишком советский. Там ЗИС – это вообще как бы... Ай-яй-яй-яй. Ну, что Сталин там. Тогда никто же в тоталитаризм вообще как бы не собирался опасывать. Ну, и был вот Руссобалт. Тоже там странная история была. Потому что там главной завод в Риге. Тоже странные штуки. Ну, и новая Россия – новый бренд. Сделайте, пожалуйста. Получите, распишитесь. Вот так получилось. Мне кажется, не самая худшая история. Но все-таки преемственность есть. А мы сидели не зря в этих интерьерах. То есть, и была такая задача, чтобы сформировалось что-то... Мы это чувствовали. И мы пытались доказать, что какие-то штуки, которые нас связывают с... Они не потому, что мы такие совковые. Не потому, что мы ретрограды. А это как раз вот ДНК, то чувство истории, то чувство преемственности стиля. В общем, там-то это тоже неспроста все появилось. В советских лимузинах. Ну, да. И там мы тоже можем заимствовать немного увидеть. Вообще, от себя хочу добавить, поскольку немножко я прикоснулся тоже к Аурусу, прелесть создания чего-то абсолютно нового, того, чего не было очень много лет в нашей стране, некий люксовый автомобиль. И на самом деле до сих пор, может быть, так громко будет сказано. В России, мне кажется, это единственный по-настоящему люксовый бренд сейчас. В моем представлении, может быть, тот меня поправит. И к вопросу, была ли... Боска. Мне кажется, это не люкс. Все-таки вот в моем представлении роскоши... Премиум в спорте. Да, это... Да. И вот к вопросу о том, была ли задача или нет, вот эта прелесть создания нового продукта, иногда задач нету. Есть некие цели, и есть команда, которая... Талантливых людей команда, которая ставит себе задачи эти, находит пути и принимает решения сама о преемственности и так далее. И уже потом презентует это и выносит на общий суд, там, руководство и так далее. Но я просто хочу сказать, что эти команды как раз и рождают то, что в голову не приходило и не могло прийти каким-то чиновникам, каким-то вышестоящим руководителям. И пока им это не сказали, пока им не показали какие-то элементы, которые нужно перенять, какие-то исторические моменты, которые должны быть отражены. И поэтому поставить такую задачу, что была преемственность или нет, мне кажется, тогда было практически невозможно, потому что... Антон Павлович, я об этом и не спрашивал. Я не... Я про конечный результат. То есть, есть ли в конечном результате Аурусе, я получил ответ. Я... Про задачи мне даже не было интересно. Мы думаем, что да. Мы всё-таки что-то выложили. Какое-то ДНК правительственных автомобилей прошлого. Ну, это было уместно, я думаю, вполне себе. Я надеюсь. Ну, в любом случае, время покажет. Уже прошло какое-то время, и, наверное, есть мнение и на этот счёт. Как ты думаешь, Аурус, у него есть будущее с точки зрения... Я ничего не знаю про будущее. Коммерческого успеха. Вообще не представляю. Вообще не представляю. Не представляешь? Мне кажется, это настолько комплексное уравнение, что тут вот... Ну, вот я скажу, что да, конечно, нам нужен сильный бренд люксового автомобиля. Ну, нужен, да. Ну, знамёна будут уже, да. Ну, тем более, когда да, это настолько уникальный единичный продукт. Ну, нет, я имею в виду, что это уже будут просто восклицания, лозунги, знамёна, да. Согласен абсолютно. Считываю, что это настолько уникальный единичный продукт в текущих наших условиях, в действительности, да. Никто ничего подобного никогда же не делал, по сути-то, в новейшей истории. То есть, не создавал люкс. Ну, создавали, китайцы себе создали там с троном одним посередине, да. Но это же всё тоже... Ну, вот зря, вот зря вы посмеетесь, потому что вот это хонг-чи, да, красное знамя, может, я не правил. Я не посмеиваюсь. Сейчас коммерчески достаточно успешный продукт, который в России завозят, да. Да, то есть, это уникальный... А с троном, да, был такой случай. Ну, я поддержу Давида здесь, потому что в моём представлении действительно сейчас на автомобильном рынке есть Rolls-Royce, есть Bentley, и вот появляется, планомерно выходит на рынок Aorus, как действительно такой проевропейский, с европейскими ценностями, скажем так, и в дизайне, и в философии люксовый автомобиль. Наверное. Я, может быть, не совсем объективен, естественно, потому что, ну, он мне близок, и я всё-таки болею за... немножко, да, за этот бренд. Ну, как, да, один из создателей... Всё-таки много сил там было потрачено именно и на бренд в том числе. Поэтому я причисляю его больше к вот этим двум компаниям, чем к китайским люксовым брендам. Макс, давай переключимся от тяжёлого люкса к тому, что окружает тебя сейчас, о компании 2050 Lab. Расскажи, пожалуйста, немножко, как ты пришёл в эту компанию, чем ты там занимаешься, о команде, о проектах, очень интересно узнать. 2050 Lab создали специально для того, чтобы у большого холдинга, Transmash Holding, это номер один по проектированию производства подвижного состава в России, и, мне кажется, номер три во всём мире. То есть, очень большой холдинг, несколько заводов, это локомотивы, вагоны, метропоезда, пригородные поезда, Иволга и так далее. И вот придумали 2050 Lab для того, чтобы у ТМХ была команда дизайнеров. Будучи огромным холдингом, ребята работали с ItalDesign, с IntegralDesign и так далее, но были определённые трудности перевода. И было понятно, что русские дизайнеры должны быть у такого большого производителя. Но, соответственно, чтобы это были не железнодорожные дизайнеры, а просто дизайнеры, это сделали отдельную компанию. Собственно, мы даже не дочерняя какая-то фирма, внучатая. Но, повторюсь, что здесь ТМХ сыграл очень значительную роль. И персонально Кристина Дубинина, которая занималась маркетингом в Марусе. В 2019 году она была как раз главой маркетингов ТМХ. Вот с её лёгкой руки, её и Дарьи Топельской, как раз была создана компания 2050 Lab. Куда пригласили меня уже, в свою очередь, сделать команду и делать дизайн. Сейчас большая команда у тебя? Ну, не у меня, у нас. У вас. На самом деле, вот ещё был Владимир Пирожков у нас шеф-дизайнером первым. То есть, достаточно известный такой весомый дизайнер в России, промышленный и автомобильный. И, собственно, с ним это всё и начиналось. И команда была создана с тем прицелом, что и с Владимиром, и после Владимира это всё будет работать. Команда сейчас, на самом деле, не очень большая. Это 15 человек. Этого хватает. Ну, допустим, в месяце, когда было очень много проектов, мы расширялись до 40, но это были не штатные фрилансеры. Ребята, с которыми я раньше работал, которые с удовольствием, периодически, по-проектно с нами работают до сих пор. То есть, штатных плюс-минус 15 и ещё несколько человек, с которыми мы периодически или постоянно работаем, как с фрилансерами. Какие интересные проекты можешь нам рассказать, которые вы реализовали? Мы, безусловно, очень гордимся недавним релизом. Это метропоезд для Санкт-Петербурга, который называется «Балтиец», который сделан специально для этого города. Время, опять-таки, покажет, хорошо ли, плохо ли мы справились с этой задачей. Но это есть, и это 900 вагонов, общее количество, которые будут сделаны, и будут ездить. Будут сделаны. Будут сделаны, да. Контракт уже есть, и, собственно, он выполняется постепенно. Это, наверное, номер один, с чем сейчас могу... Буду в Питере обязательно спешить. Да, на красной ветке ездит как раз этот поезд. Но это горизонт какого времени? 900 вагонов? Ну, когда первые вагоны появятся в метро. Они уже появились. Уже есть, да. Ну, у нас есть еще проект спецтехники. Это маневровая... А, ну, это заказа до первого вагона сколько прошло времени? Примерно. Полгода, наверное. Ух ты. Ну, достаточно быстро. Очень быстро. Очень быстро, потому что у ТМХ, конкретно у Матичинского вагоностроительного завода. МВМ, вагон... Метровагон Маш он называется. Есть уже наработки, и есть из чего комбинировать все опции, которые могут быть у метропоезда. Ребята очень талантливые, очень продуктивные. С ними приятно работать. Ну, как со многими. Креативными, продуктивными. И, собственно, вот это тот проект, о котором мы уже можем говорить. Плюс это модернизация поезда ИВЛГ. Для московских центральных диаметров, которые сейчас запустятся, это МЦД-3 и МЦД-4. Наш там новый интерьер. Это то, над чем вы работаете, или это уже реализованный проект? Это уже вот сейчас, о чем мы можем говорить, и что уже появляется. Или появилось, как в Питере, либо вот появляется сейчас с открытием МЦД-3-4, как раз вот эти поезда пойдут. Там много работы, там мелочей нет. То есть, всякого рода приколюхи, типа USB-розеток, да, вот Type-C и Type-A. Это ткани сидений. Мы разрабатываем даже паттерн, то есть узор. Подбираем цвета материала, работаем с поставщиками. То есть, делаем вот чуть более уютным то пространство, где вот люди проводят время по поездке на работу, или с работы, или на дачу. Вагон делаете в пластилине в реальном размере? Нет, конечно, нет. Мы делаем макеты достаточно быстрые, из пинокартона, из фанеры и так далее. Плюс соединяем физический макет с VR-ом, и в VR-очках это все дело смотрим, щупаем и так далее. Круто, но вагон в пластилине было бы, конечно, нормально. Это тяжело просто. Не всякий пол выдержит. Да, да, но было бы круто. Почему московский метрополитен заказал «Итал-дизайн» в вагоны? Это было до нас. То есть, это поезд, называется «Москва-2020». Давай отчитаем. Мы сколотили команду к концу 2019 года, а в 2020 появился поезд. Ну, то есть, такой зазор. Видно, что мы не успели бы там поучаствовать. Поезд хороший. Да, мне очень нравится тоже. Скажи, пожалуйста, я, насколько понял, ты сказал, что вы как бы внучатая компания. Вы вольны делать проекты, участвовать в проектах, не только связанных с подвижным составом. То есть, вы делаете другие проекты или участвуете в них? В авто удается поработать еще? Ну, как я уже говорил, мы стараемся не потерять эту связь с автопромом. Там много работы. Мы работаем с поставщиками компонентов, мы работаем с определенными автопроизводителями, о которых я пока не буду говорить. Но стараемся быть полезными. То есть, вот тот опыт, о котором я говорил в создании транспорта общественного, есть запрос в автомобили. С компаниями в России, я правильно понимаю? В России. Класс, это здорово, это вдохновляет. Да, я надеюсь, что мы продолжим и сможем что-то анонсировать вместе с нашими партнерами автопроизводителями. Хорошо. Ну, я бы предложил немножечко окунуться в философско-эстетическую тематику, тематику классических автомобилей. И, наверное, вопрос на поверхности. Есть ли у тебя любимый ретро-классический автомобиль, который близок к твоему сердцу? Я знаю, у тебя есть, ну, я не знаю, это Янгтаймер, наверное, да, Фольксваген? Какой у тебя автомобиль? У меня есть Гольф-3 Кабриолет. Вот, Гольф-3 Кабриолет. А, почему я все время хочу сказать, что у тебя, да, Ауди или Фольксваген? У тебя Гольф. У меня есть паркетник Ауди. Почему-то он мне запал. Да не, ну просто под жопу нормальный на каждый день. Не, ну подожди, вот этот Фольксваген. Фольксваген, ты делаешь уже несколько лет. Я так понимаю, что ты приводишь его в полностью оригинальное состояние. Не-не-не, там на самом деле корч, и у меня просто как-то в детстве переклинило, в молодости. У меня появился Гольф-Кабриолет, а хотел я Гольф ВР-6 Синхро. Я подумал, что вот у меня есть Кабриолет, здорово было бы, если бы у него был еще ВР-6 Синхро. И вот под 40 лет я вот решил поженить эти два... Все понятно. Ну скоро я надеюсь, выкатим. Кроме этого, есть еще какой-то автомобиль, который можешь выделить, или хотел бы у себя иметь что-то из классического? Полно, конечно, ну что вы. Нет-нет, давай один. Мечта, мечта. У меня есть мечта, я его могу назвать. Я тоже могу, но их несколько, да. Хорошо, несколько давай. Ну хорошо, это конечно Пага, да? Это DS-19. Это 911. Причем... Какой? Я вот тяготею все-таки 993, потому что это вот времена моей юности. Вот, наверное, так. Хотя 964, он вроде как честнее. Не знаю. А с точки зрения дизайна, какой для тебя самый любимый автомобиль? Ну слушай, во-первых, я не на всех них и даже ездил. Да нет, ну визуально, эстетически. Ну вот все, что я сейчас перечислил, это то, что с моей точки зрения очень-очень близки к идеальному автомобилю. И, соответственно, там и Анатолий Лапин, и Бруно Поль Брак, Пагода. Все там. Хороший выбор, я должен сказать. Да, спасибо. Ну, опять-таки, это мечта, которая, наверное, так и останется мечтой. Это неважно, она есть, и тут больше вопрос, конечно, эстетических каких-то. Не, ну слушай, я там могу угорать и от 20-х годов, и от 30-х. Деревянные колеса? Ну, в том числе. Ну, это уж совсем прямо такое же. Ну да, лучше на общепонятных каких-то вариантах остановиться, да. Бескамерные шины, по крайней мере, да? Радиальные. Да, да, да. Ну, это период. Класс. Ну, тогда тоже вопрос такой философский. Дизайн сейчас у автомобилей и дизайн тех автомобилей, о которых ты говорил, которые тебе нравятся. Сейчас лучше дизайн у автомобилей? Тебе ближе современный дизайн? Ну, конечно, да, потому что это часть моей повседневной жизни. Все остальное – это история. Ну, опять-таки, тот подход, который исповедовали люди, да, которые там заднемоторный, заднеприводный автомобиль делали, да, или стеклопластиковый ДС, да. Это же в этом есть вот элемент такой наглости, такой, в хорошем смысле слова. Смелости, вот, не так, как все. И это дает свои плоды, это подкупает. А стоит вообще стремиться, ну, при всей нашей, там, или моей, скажем, окей, любви к классическим автомобилям в текущих рамках ограничений, там, по безопасности, ну, даже не ограничений, да, целей по безопасности, по экологичности, стоит ли стремиться к дизайну классических машин, там, ретро-машин? Или нужно забыть и понять, окей, мы сейчас в другой реальности, у нас сейчас вот такой, там, футуристичный дизайн, ну, или какой-то другой, но не нужно цепляться к тем временам. Да, можно и так, и так. Ну, мне кажется, масс-сегмент – это все-таки второе, да, это новое, безопасное, экологичное и так далее. Для души, что называется, да, для каких-то особых случаев это может быть какой-то арестомод, который, там, как Зингер, например, да, делает. Или засунуть все электрическое в Минник или в Итайп. Или в Мустанг, несколько лет назад, я знаю, что был проект. Да-да-да-да, как раз мои хорошие знакомые, да, Кабай Архипов. А, я так понимаю, что кто-то из твоих знакомых участвовал в этом проекте, да? Да, дизайнерами были Антон Кужилиный и Гриша Решетников, студия, в которой они делали – это Кабай Архипов, Вася Архипов. Ну, видишь, как хорошо, что я вспомнил, да, точно. мы только вспоминали об этом как раз что это по мотивам классического мустанга на скейтборде теслы собран вот такое оригинальный аппарат насколько есть место в современном дизайне такой вот не знаю дерзости вызову не не оправданному то есть но вот вроде кажется так нельзя но рискнули и сделали нет не оправданного нет не оправданным все возможно все возможно нет но вот вот со всех сторон выглядит что не будет работать там главный дизайнер настоял с ним все согласились такое было бывает современном помочь этот анекдот да где это священнослужитель сказал что вот вас крылья у самолета отваливается а вы на сверлите дырочек у основания и все перестанет на сверлили и все перестало святой отец а как вы вообще вы же в сопромате то наверное год ты видел туалетную бумагу да вот там по дырочкам никогда не отрывается записал отлично мне кажется отлично классами я считаю что да на таком точно рыбарка анекдот шикарный макс я уверен давид меня поддержит что это был очень интересный разговор это было очень познавательно многогранно философски я тебя за это очень благодарю спасибо что позвали а я очень рад знакомству взаимно огромное количество со временем но такой кухни которую никак не узнаешь дело в том что живет простите я вынужден вас расчет я не современный я уже достаточно лдовый чел есть люди с которыми слава богу мне посчастливилось общаться которые помоложе которые посвежие и так далее если что я готов кого-нибудь вам порекомендовать чтобы уж совсем отлично да по гамбургскому счету про современный дизайн про отлично что жизнь говно ну значит за лдовых челов камеру выключить безалкогольный безалкогольный и и Субтитры сделал DimaTorzok